на библейский портал экзогет пришел вопрос могут ли бесы читать наши мысли святые отцы говорят по этому поводу довольно однозначно бесы не могут читать наши мысли поэтому они ориентируются на какие-то тончайшие движения которые неизбежно в процессе наших мыслей возникают конечно бесы и сам дьявол они очень изощренны в своем противодействии человеку на пути к господу у них опыт много тысячелетий и они прекрасно конечно даже по лицу могут считать вот эти мысли которые обуревают даже самых великих подвижников во время искушений они ориентируются именно на это и будучи искушенными могут предсказать наверное какие-то последствия тех искушений для той или иной категории людей но опять перед нами встает иногда вопрос а могут ли бесы нам навевать какие-то мысли об этом довольно много говорится святоотеческих творениях и ответ простой да очень часто те мысли которые приходят к нам казалось бы неожиданно они приходят к нам от лукавого от беса и с ними конечно необходимо вступить в борьбу и отвергнуть их причем отвергнуть очень быстро иначе они могут превратиться в что-то навязчивое но опять возвращаясь к первому вопросу если бесы и могут навевать нам какие-то мысли то наших мыслей которые отвечают им может быть на это или относится к чему-то совершенно иному они прочитать не могут они могут догадываться об этом и догадываться с большой степенью вероятности но сами мысли не читают святые подвижники советуют никаким образом даже во время искушений не отражать свое смущение на своем лице поэтому очень важно при любом искушении для того чтобы дьявол не считывал по нашему лицу вот эти обуревающие нас мысли обращаться к богу человек который обращается к богу который стоит перед иконой этот человек конечно невольно воспринимает то выражение которое есть на иконе на лице святого который изображен на этой иконе и чаще всего выражение этого лица лица святого совершенно определенно это выражение благоговения Благоговение перед Богом самим, которого как бы незримо видит перед собой подвижник благочестия или святой, изображенный на иконе. И вот человек, который стоит перед иконой, он тоже воспринимает это выражение, выражение лица святого. И тоже, в свою очередь, конечно, это очень естественно во время молитвы, выражает благоговение. А вот благоговение бесы боятся. Поэтому, если что-то происходит, и вы боитесь с вами, и вы боитесь, что бесы могут узнать об этом, они искушают вас в этот момент, то не забудьте встать перед иконой, перекреститься, произнести молитву, постараться принять такое выражение лица, которое вы видите на иконе, выражение благоговения, и в соответствии с этим выражением на лице, ваше внутреннее устройство тоже неизбежно изменится. Бог вам в помощь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok